Эти кадры были сняты очевидцами в первые минуты после происшествия. Хлопок в районе 10 часов вечера произошел в квартире на 8 этаже. Многие люди в это время уже мирно спали. У меня дверь постучали сильно. Я дверь открыл и человек в пожарной форме. Визит представителей МЧС для Николая Афанасьева прошлым вечером стал полной неожиданностью. Квартира пенсионера находится напротив. Странный звук мужчина слышал, но не придал этому значения. Я что-то слышал, стукнуло. У нас от взрыва ничего не изменилось. Потому что, видимо, взрыв был. У нас окна сюда, а у них вот так туда окна. Вот и все. Хозяевам квартиры прошедшим вечером повезло намного меньше. Мужчину и женщину доставили в больницу. У них зафиксированы ожоги 25% тела. На месте происшествия до позднего вечера работали специалисты отдела надзорной деятельности. Уже есть первые результаты проверки. Пожарное подразделение было установлено, что в квартире, расположенном на 8 этаже, произошел хлопок, вследствие чего оплавился натяжной потолок в помещении кухни, частично в коридоре. Также из-за хлопка выбила дверь. Пока несколько версий выдвигается. Одно из которых – это возгорание паров от спиртсодержащей жидкости. Остальные версии пока рассмотрим. Похоже, что мужчина успел вынести самогонные аппараты своей квартиры. Его специалисты МЧС обнаружили в коридоре между 6 и 7 этажом. В момент происшествия в квартире находилось еще двое детей. Они не пострадали. По словам соседей, их и еще одного ребенка, он во время происшествия находился на прогулке, увезли к родственникам в деревню Минкино. Взрыв в квартире на 8 этаже был очень мощным. Сейчас вся прилегающая территория к 8 подъезду буквально усыпана осколками. Также выбитое стекло повредило 4 припаркованных автомобиля. Один из владельцев, Виталий Николаев, о том, что его машина повреждена, узнал от соседа. Крышки тут, везде стекла не галяются. Ну, у вас кроме заднего стекла, что-то что-то сражало? Крышки все помяты. А что упало там, получается, на... Вот осколки стекла. Вот осколки стекла. Потраченные деньги на ремонт водители планируют вернуть. По их мнению, возместить ущерб должен будет виновник происшествия. Александр Халин, Булат Абдульманов, Новости НТР.